Это опять наша девушка, которую мы вчера рассматривали. Я просто хочу обратить здесь внимание на разрез и на смещение. Это нижняя челюсть. Еще раз сразу повторюсь, 100% здесь скелетизация была, потому что здесь невозможно было расщепиться. Но я даже не пробовала это. Я знала, что тонко, я не знаю, и надо сразу идти. Это мы с вами вчера все посмотрели. Вот эти швы подбивающие. А вот здесь подскупили решение поставить пидо. Почему не нужно через только лодку? Ну так там же потеря кости, регистенция в области витков имплантатов, причем приличная. А мы здесь не подсаживали десну. А здесь без подсажки, извините, там нет трансплантатов, да? Здесь нет трансплантатов. Мы же вчера это все проходили с вами. Да, да. Я просто думала о том, что в каких-то случаях просто СМО, в каких-то случаях просто трансмонтаж. Там везде, которые... Да, доктор, спасибо большое. В те случаи клинические, которые я показывала на верхней челюсти, там очень мощное воспалительное истончение тканей было. Поэтому была проблема перекрыть твердую мозговую оболочку лоскута. И поэтому было принято решение поставить надежнее, поставить трансплантат в таких ситуациях. Мы еще раз повторимся, работая в переимплантах на ткани, мы работаем в зоне повышенного риска. Поэтому мы должны не авантюрно, да, работать, а идти в сторону надежных методик. Ну, то есть здесь можно же было тоже взять другая, здесь снова имплантат. Ну, вот Женя решит, вы видите, какая там костная резорция. Смотрите вот сюда. У меня так хорошо получается прижимать. А почему формирователь не убирает, как бы рано открыто? Я к нам подпоставила. Давайте вернемся. Такое ощущение, что вы всех обнулили сдачной мозги, что ли? Нет, я обнулил, все понятно. А вот просто риск инфицирования ТМО как таковы. Мы же когда зашиваем здесь, насколько... Идите, смотрите сюда. Хорошо, вы смотрите, где она позиционирована. Еще ниже. Это она для фотографии здесь. А, ну, понятно. Она ниже позиционирована. Уши-то там, где ТМО, все как надо. Все хорошо, я не пытаюсь, чтобы на гео... Нет, это нечего, тут и стоять. То есть не прикрытые витки импланты были ТМО? Да. Вот полностью все заэпитализировалось. 14 дней, никакое инфицирование ни у кого не произошло. И такой же подворнутый лоскут, но применяемый в одиночной имплантации, либо на этапе установки имплантата, либо на этапе раскрытия имплантата ранее установленного. Но это зависит от того, как вы себе это представляете. Адентия, установленный имплантат. Как правило, этот метод очень хорошо работает во фронтальной группе зубов верхней и нижней челюсти. Разрез оральный. Не до кости, он не полнослойный. Дизайн разреза сделали. Деэпитализировали эту часть. Вот видите, она зелененькая. Вот здесь она расщеплена, и здесь она расщеплена. Перешли на альвеолярный грибель, на центр. Создали здесь карман вестибулярно. Лоскут на ножки подвернули. Зафиксировали его швом на ножах. И дальше открыли имплантат, поставили формирователь десны. Или что там? Маматмент, временный укороток, все, что хотите. Зафиксировали вот этот подвернутый лоскут еще раз по образным швом вокруг имплантата. Вокруг формирователя десны. Тоже очень старая работа. Пациентке все хорошо. Это вообще, по-моему, 13-го года будет. Адентия удаляли. Очень какое-то травматичное было у пациентка удаление. Спустя 2 года она пришла для установки имплантата. Обратите внимание, у нее вообще отсутствует прикрепленная десна. Не знаю, чего там ей делали, как удаляли этот зуб. Но, тем не менее, вот такой уже эффект имелся. Операцию снять не удалось, потому что фотографу пришлось ассистировать вместо того, чтобы оперировать, помогать. У меня ассистентка сломала руку в этот день. Да, я и Аксей должен был фото протокол делать, а ему пришлось все это держать и помогать. Поэтому мы сняли исходное и конечное. Подвернутый лоскут, зафиксированный, временная коронка одномоментно. 14 дней. И обратите внимание, как изменился объем, рельеф в области предъявления десны, в области уже вот этого раскрытого, установленного имплантата. Особенности работы в переимплантной зоне. Еще раз я повторюсь. Метод, который мы выбираем, должен быть максимально надежным. Максимально. Только по этаку у нас будет достигаться результат желаемых. Шовные методики, которые мы работаем в переимплантной зоне. Все те же самые, которые мы разбирали, работали вчера на зубах. Будем сегодня их отрабатывать на биологических моделях. Самое интересное, это расчет размера свободного десневого депетализированного трансплантата. Если мы в области зубов говорили о том, что мертвое пространство 50% от размера трансплантата, то в данном случае у нас размер трансплантата должен быть в два раза больше, чем мертвое пространство. Не 50%, а уже он должен составлять больше, чем целое. И вот эти дополнительные зоны для питания, которые мы расщепляем по краям, если мы корональным смещением устраняем бицейсию в области имплантата, это тоже зоны дополнительной работы в переимплантной зоне. Пластический материал мы выбираем в соответствии, исходя из фенотипии, биотипа, эстетических показаний и отсутствия или наличия костной резорции. Вот потому что мы сейчас с вами обсудили и посмотрели, кроме тех методов, которые мы точно сейчас будем все отрабатывать на практике. У вас есть вопросы? Да. С нижней стороны вообще никаких вариантов, если одоления нет? Скай, для чего сколько? Хорошо. А что вы имеете в виду? Велите там. Также более орально делается подрез, то есть не кристально, а более орально. Так это вот имеющаяся лицессия в области нагруженного имплантата, я правильно понимаю? Или нет? При открытии. Ну, какая проблема? Заглушка, она как бы и с небной стороны, и с вестибулярной стороны. С вестибулярной, понятно, что можно ТМО добавить, транспорта добавить, а с небной, если даже мы транспорта добавим. У вас заглушка же, по сути, она по гребню пока визуализируется, это же не сессия с небной поверхности. Вот так, как мы делаем, вот так, как я показывала, на раскрытии, где зубы 24-25, вот эти имплантаты, можно вот так просто проложить туда. Вокруг можно трансплантат проложить. Вокруг. Сделайте там, да, расщепление, тоннолирование и проложите туда. Без вертикальных разрезов, без ничего, да, почему нет. Просто вопрос, мы вчера с коллегами, с некоторыми разбирали, именно язычные, рецессийные имплантаты, язычные, ленебные, когда там уже имеется коронка нагруженная и обнажены витки имплантата, которые визуализируются, там, например, 3-4-5 витков имплантатов. Ну, вот это там сожжено. Выбрали барпетинные, или просто имплантатные. Сделали ровно шейфово. Создавайте. Ну, в общем, так. Малейцына, еще раз, как вот, карантница между подвернутыми ровно, которые вы рассказывали, они выглядят по разрезу отличаться? По размеру. Нет. Вот уровень флотфон и боковой, где мы сейчас показываем. Разрезы вертикальные немножечко другие, которые продлеваются. В боковом участке разрезы вертикальные уходят за мукогенгевальную границу, а во фронтальном участке фактически в пределах сосочка эти разрезы у нас останутся. Ну, пять миллиметров от гребня мы наступаем. Ну, просто там была язычная поверхность нижней челюсти, и здесь мы вверх рассматриваем. Не всегда мы можем пять миллиметров язычно отступить на нижней челюсти просто, конечно. Мы на нижней челюсти ограничены вот этой вот зоной. Если вы не оставите в зоне разреза прикрепленную десну, да, с другой стороны от разреза, вы же потом не сошьете ничего, вы же просто, ну, манжету-то нужно держать на лице все равно, чтобы ушиться. Вы не можете там просто слизистую отрезать, она у вас отвалится, ну, что вы потом, с кем, кого будете пришивать. Это значит, что здесь расщепленный лоск, что здесь нет надкосницы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!